Китай станет акционером Европейского банка реконструкции и развития. Его доля будет символичной – 0,1%. Несмотря на это, президент банка Сума Чакрабарти уверен, что членство Китая откроет значительные дополнительные возможности для долгосрочного инвестирования китайскими группами в регионах, где работает банк. Особенно это важно для стран, где реализовывается китайская инициатива по строительству одного пояса, одного пути. Также руководство Европейского банка реконструкции и развития выразила готовность к сотрудничеству с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, включая работу над совместными проектами. Отмечу, что ЕБРР был создан в 1991 году главным образом для содействия странам бывшего СССР и Восточной Европы. Он занимается, в частности, финансированием крупных инфраструктурных проектов. Продолжение следует...